На массиве Сергилия-1 прошла акция «Файзли Ташкент», в рамках которой проведены работы по благоустройству, стрижка деревьев, очистка ирригационных сетей, упорядочение незаконных пристроек и дезинфекция территории. В работе приняли участие 500 рабочих, 200 человек от Союза молодежи и 300 из Управления по благоустройству. Также было привлечено около 30 видов различной техники. Как сообщил нам заместитель Хакима города Ташкента Бахтиор Ахманкулов, это уже второй этап акции «Файзли Ташкент», которая стартовала еще в начале января этого года. На этой территории имеются деревянные дома, построенные в 50-х и 60-х годах прошлого века. Вся работа по благоустройству территории близ этих домов проводится силами привлеченной и незанятой в период карантина молодежи. Мы обеспечиваем их работой двухразовым горячим питанием. В течение ближайших 15 дней эта акция продолжится и на других массивах Сергилийского района. Напомним, что на первом этапе были проведены работы по благоустройству в Чаванзарском, Ешнабадском и Мирзолугбекском районах. Наша основная цель – обеспечение работы безработной молодежи в условиях пандемии. В рамках акции «Файзли Ташкент» молодые люди, оставшиеся без основной работы, обеспечены сезонной работой, то есть благоустройство территории махалей, в которых они сами проживают, оказание патронажной помощи семьям, оставшимся без кормильца, а также одиноким поживым людям, проживающим в этих махалях. Кроме того, молодые люди помогают сотрудникам Нацгвардии, которые дежурят на общественных блокпостах. Мы запланировали трудоустройство около трех тысяч столичных молодых людей в период пандемии, в том числе и безработной, незанятой молодежи в текущем году. Шахзот Худойбердыев, один из молодых людей, привлеченных к акции, рассказал о том, как он получил эту работу. «Мне поступило предложение от Юнусабадского районного совета Союза молодежи. Меня трудоустроили, поскольку я оказался сейчас временно безработным. Выражаю благодарность организаторам. Мне выдали форму, обеспечили продуктами питания, горячей едой и назначили мне зарплату». Кроме того, к работе привлечены и сотрудники МЧС, МВД, СЭС, а также медперсонал. Они распределены на 10 отрядов, по 50 работников в каждом. Уже проведено освещение на неосвещенных прежде в вечернее время улицах. Решаются коммунальные проблемы 475 одна- и двухэтажных домов в живом массиве. В рамках акции общими силами будет облагорожена территория в 175 гектаров, полностью заросшая травой, а также очищены ирригационные сети.